Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, еще раз напоминаем о том, что утро на Болткоме, Олег Пек Александр Шунин и 18 августа. Все ближе и ближе 1 сентября. И, наверное, многие родители очень и очень волнуются, как же будет организовано в этом году обучение детей в учебном году. И на эту тему, о том, что вообще сейчас происходит в системе образования, готова ли она к новому учебному году или нет, мы будем говорить с нашим сегодняшним первым гостем, с главой профсоюза работников образования и науки, с Ингой Иваногой. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Господа Иванога, по вашему мнению, в этом мнении вы сказали вчера, «Система образования подготовлена к новому учебному году лучше, чем годом ранее». Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Да, мы имеем в виду то, что более доступные технологии, дигитальные свойства улучшились для педагогов. Раньше мы получаем информацию насчет учебных материалов, которые выработаны, чтобы лучше реализовать новое содержание. Более тщательно выработаны советы на национальном уровне, которые касаются всех уровней и сфер образования. Более ясные условия, чтобы маски использовать, как будут организоваться те тесты для учеников. Такие разные вопросы, которые влияют на учебный день, на рабочий день. И это очень важно для работающих в секторе, чтобы чем раньше, тем лучше они получили эту информацию. Да, надо было раньше, но все-таки эти решения, которые приняли, они многие дадут возможность понять, как организовать учебный процесс. Но то, что еще получается позитивно, что школы сами и самоуправления смогут принять решение, как организовать учебный процесс. И индивидуальный подход на уровне школы, а не на уровне самоуправления, где показатели распространения COVID могут отличаться. И от этого не должны терпеть все ученики, все работающие в секторе. Этот индивидуальный подход обеспечит какой-то части учебный процесс в школе, а не удаленно от АЛИНАТВ. А как Вы и Ваши коллеги воспринимаете принятые вчера решения о начале Нового года, вот эти вот отрицательные тесты для учеников и ношение масок в местах общественного пользования и так далее? Ну, там были довольно много спор насчет масок и этих тестов. Ну, вместе не только профсоюз, но и с другими организациями мы все-таки убедили представителей министерств, правительства, что нельзя требовать, что на занятии может идти ученик с негативным тестом, а годность теста на 48 часов. Мы говорим, ну что тогда мы три раза в неделю будем брать эти тесты? Ну, это же, извините, это для ребенка, но это же уже неадекватно. Ну, все-таки услышали нас, и тест будет годен на всю неделю. Ну, это будет как мониторинг, а не как билет, чтобы попасть на занятия. Но воспринимается именно так, как билет. Ну, он будет как билет, но не на краткое время, а потом уже думать, или сам плати, или как это все, или пополовине будем какие-то нормативные акты соблюдать. То, что те вопросы, которых нас не услышали, и мы будем стараться и сегодня при встрече с представителями министерства получить ответы. Если 1 сентября и другие мероприятия, которые школа будет организовать, ну, около школы, на улице, да, там надо ли одевать эти маски всем или вакцинированный, или переболел, или тест негативный. На сегодняшний день эта норма до конца все-таки не ясна, да. Это надо убедиться, и мы это сделаем, да. Насчет масок, там будет разные ситуации, которые мы считаем, что усложнит ситуацию в школе организовать, исследовать, которому классу везде надо ученикам маску использовать, да. Где только на занятия, где только, как сказать, в общую, ну, в коридорах, да, или когда идут обедать, там наше предложение было таково, что все без масок во времени занятий, а маски одевают, когда уже, ну, на переменах, это не услышали, к сожалению. Будем анализировать, как, ну, как это все можно соблюдать, потому что от учителя, да, это требовать, это довольно большая нагрузка, и в его разбежении не будет все этой информацией, которой ребенок лично вакцинирован, переболел и с негативным тестом, да. Будем наблюдать и со своими предложениями, ну, тоже, ну, их, ну, как сказать, выражать. И тогда еще два вопроса, насчет которых нас не слышит правительство. Это компенсации, если рабочий в секторе получил вакцину, и после вакцины какие-то серьезные осложнения здоровья, мы считаем, что эту программу, эту компенсацию нужно тем раньше, тем лучше обеспечить, если мы хотим, чтобы, ну, показатели вакцинации повысились. Такая норма включена в проекте по закону, который парламент будет рассматривать, но мы считаем, что это должно быть включить в правила кабинета министра. То есть вы имеете в виду ответственность государства за последствия вакцинации? Да, да, компенсации, да. И последнее, мы видим, что ответственность и дополнительные обязанности будут и для учителей в новом учебном году, да, и для директоров, и для заместителей директоров, да, ну, для администрации. И, ну, мы настаиваем на то, что если повышается ответственность, ну, если надо реализовать более безопасный учебный процесс и новые обязательства для всех, тогда за эту работу надо дополнительно заплатить, ну, за дополнительные обязательства. Это тоже, к сожалению, не услышали представители кабинета министров, да. Ну, да, те такие вопросы, но, в общем, мы очень рады, что учебный процесс будет в школах, что более разные группы, которым надо будет учиться в школе, если всё-таки ковид-распространение повысится. В предыдущем учебном году это были только две группы, дошкольное обучение и специальное обучение. Сейчас эти группы, ну, шире, больше, да. И самое главное, максимально долго учебный процесс в школах. Но и важно тоже и физическая безопасность, да, и психологическая среда тоже очень-очень важна в школах. И поэтому мы тоже надеемся, что, ну, не будут конфликты из-за разного отношения, из-за разного статуса. И эта среда зависит, ну, она должна быть благоприятной, чтобы дети шли в школу с радостью, а там не было критики, ну, которые принесут, может быть, дети из семьи, где, ну, они не согласны вакцинацией. Эта среда очень важна, и тут мы, как взрослые, должны всё-таки подумать, с каким мнением отпускаем ребёнка в школу. И коллегам в школе тоже, ну, не надо эти конфликты развивать, а уважать разные мнения и поступки насчёт вакцинации. Кстати, Олег, последний вопрос, да, потом я передам, так сказать, возможно. Касаемо вот этого отношения, с которым дети идут в школу, на Фейсбуке, ну, среди моих знакомых, в том числе, к сожалению, для меня, к сожалению, стали появляться высказывания в стиле «Мой ребёнок не пойдёт в школу ни 1 сентября, ни позже», покуда будут в силе требования вакцинироваться, делать тесты и носить маску. Ваше отношение к подобной позиции и прогноз, как много может быть таких детей, отказников, которые перейдут на частично домашнее обучение, на удалённое обучение из-за принципиальности родителей, и как это в будущем может отразиться на самих детях, на уровне их знаний и конкурентоспособности в обществе? Однозначно такой учебный процесс сможет отразиться негативно, это доказывает разные исследования, да, и в Латвии были тоже, ну, как сказать, данные показывают, что не можно было полностью изучить от 30 до 50 процентов, да, это, ну, такая проблема, ну, такая информация, ну, распоряжение министерства, да, и они анализировали предведущий учебный год, и никакие другие альтернативные, ну, учебные методы не могут заместить, ну, для взрослого, да, удалённо, это другой вопрос, но для детей, особо для маленьких классов, всё-таки в школе это самая лучшая метода, чтобы получить знания, да, и, ну, да, разные навыки, и тут принято решение, что тогда родители могут сами обеспечить домашний учебный процесс с первого по девятый класс, такое приняли уже вчера, да, и, если, ну, это при ситуации, если не захотят сдавать тест, да, на COVID, ну, при такой ситуации, ну, я бы посоветовала всё-таки переступить через, да, это требование, ну, специалисты тоже согласны, что будут анализировать показатели тестов по разным группам возраста, да, для ребёнка всё-таки важна коммуникация, да, и учебная среда, социализация, ну, это, ну, не зря исследования доказывают, какая проблема была у подростков в периоде прошлого учебного года, и эти проблемы мы ещё будем, к сожалению, долго решать, так что лучше всё-таки принять решение на благо своего ребёнка и отпускать в школу. Я напомню, что с нами на прямой связи голова профсоюза работников образования и науки Инга Ванага, наши телефоны в студии 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. У меня вопрос был всё-таки связан с тем, что если взрослые настолько остро реагируют на разделение людей вакцинированных и нет, то, что, ну, вот по-разному к ним относятся, есть разные возможности у них посещать там те или иные там мероприятия, что вот не произойдёт ли разделение у подростков, детей вот на вакцинированных, не вакцинированных в школе, не разделит ли это как-то, потому что дети гораздо более острее, болезненнее реагируют на это, если у какой-то части школьников будет возможность посещать, там, например, какие-то мероприятия, концерты, выставки, а какая-то часть будет лишена этого, не возникнет ли чувство какой-то несправедливости и конфликтов? Да, я полностью с вами согласна, и поэтому мы тоже, ну, как, ну, говорим об этой проблеме, чтобы и педагог, да, и руководитель, и родители думали о том, чтобы, ну, как не ухудшить ситуацию и в семье, да, и в школе, и особо, да, когда подростки, потому что уже исследования доказали, как они терпят, терпят от, ну, вот таких ситуаций, когда удалённо, да, когда, ну, нету возможности, ну, нету этой коммуникации с ихними ровесниками, и тут действительно очень важно, чтобы родители думали, ну, понимая то, что разные мнения, но мы тоже, как профсоюз, у нас тоже у членов разные мнения, но мы всё-таки смогли удержать эту позицию, что мы, для нас важен каждый член с разным мнением, и тут такой бы принцип, я бы, ну, если есть такая возможность, чтобы эти родители поняли, чтобы, ну, не подвергли конфликтным ситуациям, да, и чтобы, ну, не было, ну, проблем потерять хороших друзей, да, или поссориться с учителями, с друзьями только из-за этого отношения. Это очень-очень важно, чтобы, ну, не было таких конфронтаций между, ну, группами общества с разными мнениями. Это действительно, ну, очень-очень большая проблема уже, но в секторе образования очень важна позитивная, ну, среда, да, и для детей мы, как взрослые, должны позаботиться о том, чтобы такой, ну, неблагоприятной среды там не было. И всё-таки вот что будет с работниками образования непривитыми, с учителями, вот это, ну, вот вопрос? Вчера правительство приняло решение, что могут работать вакцинированные, могут работать те, которые уже болели, да, ковид, и с негативным тестом могут работать те, у которых нету этой вакцины. На какое время это зависит от дальнейших решений в парламенте, да, от того, примят или не примят изменения в законе о ковиде, да, будет ли обязательно вакцинация. И до ближайших других решений в правительстве тесты будут оплачивать с госбюджета, кроме педагогов и студентов, ну, в вузах, да, там построже эти правила. Но остальным всем, всем есть возможность работать, и, ну, мы тоже, ну, я бы сказала, есть. Пожалуйста, думайте, читайте, да, получайте ответы на вопросы, на которые ещё не получили, да, и, ну, позитивно всё-таки, ну, мотивироваться, да, вакцинироваться, чтобы, ну, повысили, да, общий иммунитет. Но ни в коем случае, ну, с такими агрессивными методами и обязательством. Ну, уж как чтобы обязательно надо было бы вакцинироваться. – Господа Ванага, продолжая тему подготовки к учебному году, ну, наверное, удивитесь не о вакцинации. Вчера появились данные одного любопытного опроса. Его результаты показывают, что половина родителей планирует потратить на подготовку ребёнка к школе меньше, чем ранее, чем даже годом ранее. В общем-то, 18% надеются, что полностью удастся снарядить ребёнка на 50 евро, треть опрошенных от 50 до 100 евро, и каждый пятый до 200 евро думают потратить на подготовку своих детей к школе. Как Вы расцениваете эти данные? – Свидетельствует это о том, что уровень доходов падает, и как-то это может отразиться в том числе на учебном процессе, на подготовке. Ну, те же самые элементарные какие-то вещи, канцелярские принадлежности, не говоря уже о необходимых гаджетах. – Да, но тут один из факторов, почему меньше тратят довольно много учебных материалов, обеспечивает государство и самоуправление, школа, рабочие тетради, но это рабочие такие книги. Ну, да, но эти суммы, ну, да, они, конечно, отражают уровень доходов, и, ну, по крайней мере, по крайней мере, есть возможность получить разные пособия, есть ли проблемы, да, с финансом, с доходами, да, потому что многие потеряли тоже работу, но с таким требованием надо обращаться в самоуправление, потому что, ну, да, в другой раз может быть неудобно просить какую-то помощь, но надо думать всё-таки о ребёнке, как его полноценно можно, да, отправить учиться. А может быть, например, в нашей семье нам не надо будет покупать новые сумки, да, и это довольно тоже, ну, большой расход, качественная сумка для ребёнка, но это с прошлого года, но это в нашей семье. Я полагаю, что может быть и в других семьях, потому что малый период был, да, когда её надо было использовать. То есть то, что, в принципе, не пришло в негодность из-за удалёнки в прошлом году, то можно в этом году ещё использовать, и, в общем-то, по этому сумму уменьшаются, да? Да, но есть это, ну, как я сказал, учебные материалы, которые оплачивают с госбюджета и самоуправление, это тоже получают, ну, это не надо родителям, да, покупать только ручки, там, фломастер, да, все, ну, канцелярные, ну, как сказать, ну, вещи, да. Да, ну, на самом деле, такой позитивный вывод, действительно же, вещи, которые были куплены для прошлого учебного года, не получили своего должного применения, ещё можно пользоваться и пользоваться. А в любом случае, спасибо, мы благодарим Ингу Вангу, главу профсоюза работников образования и науки, за этот разговор. Желаем вам, конечно же, всего хорошего. Спасибо. Удачи на переговорах. Мы о них, разумеется, сообщим и в эфире, и в радио «Болтком», и чуть позже на портале «Микс Ньюс». Отмечу, что сегодня правительство рассмотрит инициативу, в третий раз рассмотрит инициативу о добровольной вакцинации. Это напрямую связано с тем, что мы с госпожой Иваном Гэй обсуждали. И ещё один факт, который тоже касается прозвучавшего только что в эфире. И 100% вакцинированных педагогов, например, в рижских школах, есть в еврейской школе. А остальные по-разному. Этот уровень вакцинации. Поэтому, да, то, о чём глава профсоюза и говорила, отношения разные. 1 сентября не за горами. Что ж, нам самое время уйти на паузу, после которой мы вернёмся с очень позитивной темой. А в латвийской столице проходит чемпионат мира по виндсёрфингу. И мы поговорим с организатором этого мероприятия о том, как там у них всё проходит, достаточно ли ветра. Ну, судя по порывам, вроде как покатушки должны быть скоростными. Продолжение следует...